Это из Суры Аль-Калам, 42-й аят, Суры Аль-Калам, 42-й аят, и сначала скажем его истинное значение. Значит, Аллах в Коране говорит, «Яума юкшафу аансаак» — это говорится о Судном Дне. И сказано, что в Судный День раскроется тяжелейшее время, ужасы и страшное состояние этого времени. Об этом говорит один из также муфасыров, Ибн Кафир, которого признают эта группа людей. Ибн Кафир говорит, «Яума л-кияма, ва ма якуну фи-хи минал ахвали, ва залазили, ва лбалайи, ва лимтихани, ва нахвазалик». Тут речь идет о раскрытии Аллахом тех тяжелейших времен, ужасов, страха, тяжести, испытаний Судного Дня. Ибн Кафир, это его Тафсир. Также Абдулла ибн Мубарак, раду я Аллаху амху, говорит, «Он Усамат ибн Зайд, от Усама ибн Зайда, с Подвижника Пророка, «Он Икрема, ан Ибн Аббаса», от Ибн Аббаса передается, «Яума юкшафу аансаак, эй, хуа яуму карбин ва щидда». Тяжелейшее время Судного Дня. Вот два Тафсира. Один Тафсир — это Ибн Кафир, второй Тафсир, это от Абдулла ибн Мубарака, тоже трехсотлетие, салф, передает по цепочке от Усама ибн Зайда до Ибн Аббаса. Сказали, что здесь раскрытие тяжелейшего времени Судного Дня. Теперь переходим к Кулиеву. Кулиев что говорит? 42-й аят, сура Аль-Колем. «В тот день, когда обнажится голень Аллаха». Субханаллах. Сак, слово сак, голень. И говорит, их призовут пасть ниц, но они не смогут сделать этого. Вот, пожалуйста. Значит, Абдулла ибн Аббас у нас есть. Абдулла ибн Мубарак от него передал, по достоверной цепочке, что он так сказал, щиддету шадида. А также Ибн Кафир, который то же самое говорит, что тяжелейшее время Судного Дня. А Кулиев говорит, у Аллаха есть голень, и он ее раскроет Судный День. Субханаллах. Субханаллах.